Футболист Я никак не в паспорт не смотрю, так и на имя не смотрю. Мне нужны прежде всего хорошие футболисты. И если я вижу, что молодой футболист, которого никто не знает, появляется в нашей команде в перспективе, вот о чем мы говорили, из него может выйти хороший футболист, я лучше его возьму. А другое дело, что можно взять авторитетного футболиста, которого все знают, но он команде вряд ли поможет. Ну, в свое время ведь тоже Мостовой не был авторитетным, Карпин не был авторитетным, я могу еще десятка-два фамилий назвать, которых тоже вы не знали, и тоже были, Кульков не был авторитетным, тоже журналисты, некоторые специалисты, в кавычках, правда, говорили, вот набрали кого-то, кого не попадя. Теперь оказывается, что они очень большой авторитет стали. Конечно, это очень хорошо, если два одинаковых состава. Ну, лично я, вот как тренер, могу вам признаться, лично я вот не знаю, как бы я работал, потому что никогда не работал, и это очень сложно и очень в психологическом плане, в педагогическом плане, на мой взгляд, пока или очень сложно, или невозможно в России. Хотите, не хотите, но игрок, который чувствует себя минимум одинаково с тем, кто играет, а я не играю, даже через раз, если у нас будет стоять, он все равно будет чувствовать себя обиженным. А вокруг сотни команд, которые говорят, да что ты там сидишь, приходи, у нас будет место у тебя в основном в составе. У него требовательность к тебе снижается, он начинает нервничать, он начинает вести себя вызывающе. Естественно, в конце концов, он запустит себя, его либо отпускать, либо ставить в состав, вытягиваясь за уши, что ли, что я никогда не делаю. Повторяюсь, мне было бы очень сложно, я не знаю, как бы я работал с командой, в которой два одинаковых состава. На Западе, допустим, в сверхбогатом клубе, ну, не знаю, как они это делают. Возможно, тот, кто сидит, компенсирует тем, что у него зарплата больше, чем кто играет, хотя думаю, что это не так. Это, может быть, по именам, опять же, мы путаем возможности футболиста, его, так сказать, игровые качества и имена. Вот мы говорим, допустим, в Интере, там второй состав, ну, там такие имена. Ну, подожди, там только имена, а играют сильнейшие. Поэтому говорить, что там два равных состава, я бы не стал. Когда в России индивидуально сильных защитников практически нет, им, конечно, нужна помощь в плане страхующего. Почему большинство команд, ну, итальянцы всегда славились своей защитой, так сказать, индивидуально сильными защитниками. Ну, попробуйте, вот, обыграть Мальдини один в один, там, Костокурту. Сложно, сложно. Бегут, как спринтеры, координированные, как акробаты. Вверху играют высокорослые, мощные, столкнутые. Обыграть сложно. Были бы у меня такие защитники, и зачем их страховать? Их и так никто не пройдет. К большому сожалению, у нас таких защитников нет, и это не от хорошей жизни, в общем-то, еще одного защитника мы не держим. Естественно, взяли бы три, поставили даже не четыре, а может быть, три в линии. А еще одного вперед выдвинули, чтобы на атаку сыграть. Другое дело, что это ни в коей мере не, на мой взгляд, не сказывается на атакующих действиях тех команд, в которых я работаю. У нас каждый из защитников, каждый знает, когда, и имеет право на подключение, иногда даже двое. Поэтому игра в линию или игра с последним защитником, повторяю, это зависит от подбора игроков, а вот играть от обороны, всем вместе стоять одиннадцать сзади, или все-таки атаковать, несмотря на любую расстановку. Вот иногда говорят, вот с одним нападающим, это тоже, опять же, некоторые, вот с одним нападающим. Да нет, господа, с тремя нападающими мы чаще всего играем. Другое дело, что два нападающих для получения мяча, ну такие они футболисты, ну не может Семар там, не может тот же мостовой играть на передней линии. Он должен получить мяч, он может последний пас отдать, Панов он не может в розыгрыше играть, он на острие играет, тот же Бесчастных, он в основном там на острие. Ну это же нападающие с глубины, это же очень опасные нападающие, но они нападающие. Наверное, наши тренеры и виноваты в том, что у нас сейчас нет Стрельцовых, Ворониных, нет еще десятки, сотни можно фамилий набрать. Поэтому согласен с Александром Федоровичем, что в условиях России подавляющее большинство зарубежных тренеров не смогло бы работать. Потому что здесь кроме футбола еще очень много нюансов таких, значительных довольно. А вот то, что у нас уже какое поколение нет игроков даже европейского уровня, давайте так, не будем сейчас, нравится Иванов, не нравится Петров, а просто статистику возьмем. По-моему, даже ваша газета в том числе печатала 50, что ли, или 100 лучших футболистов Европы, такие суммы. Да, такие. Ни одного российского нет. Ни одного. Когда такое было? Я думаю, что тренер прежде всего должен быть авторитетным человеком. Тренер прежде всего должен быть честным человеком в каком плане? Во всех смыслах. То есть, чтобы игроки ему поверили. Он может 7-5, ведь многие же тренеры, даже великие тренеры, вы знаете, не особо, может быть, и в футболе разбирались, как это не парадоксально звучит. Не особо в футболе разбирались. И какие-то новые системы, там, новые веяния в футболе не все придумывали. И тренировки у многих тренеров, ну, не у многих, а у великих, их всего-то немного великих. Такие, что, вот посмотрим мы с вами, скажем, так, как он, ну что, бросил мяч и бегать. Но то, что происходит на поле, это еще не все. Во-первых, нужно подобрать футболистов, это его задача. Здесь тоже наитие какое-то. Вот понравился парень, он чувствует, что из него может выйти толк. Совместимость футболистов. Вот понравился, допустим, господин Кучеренко, а господин Романцев не хуже его. Но мы друг с другом, ну, никак не совместим. Мы будем мешать команде, будем друг с другом конфликтовать. Значит, нужно выбирать одного из двух. Вот это искусство, большое искусство. И тот, кто это умеет делать, и плюс еще, если в футболе, так сказать, не последний человек, вот тогда становится великим тренером, тип которых и нас в России, а в Советском Союзе были, и в мире они единицы. В России футбол любят не меньше, чем в какой-то даже Бразилии. Ну, не меньше. Я больше, наверное, даже, чем вы сталкиваетесь с этим, когда зимой минус 25, такие вот детишки часами стоят, чтобы взять автограф футболиста. Часами стоят. Иногда так жалко, думаешь, ну, просят хоть чай в их напоить, ну, завести вроде в раздевалку неудобно, их там человек 50 бывает, ну, как его заведешь. А вот государственная политика, если бы это сделать, если бы это сделать обязательным, допустим, в школе, вместо того, чтобы, ну, ОФП, там, кто-то бегает по кругу. Ну, это неинтересно, наверное, просто по кругу бегать. Я же знаю сейчас, преподавателей-то в школе нет. А вот платить хорошо преподавателю, любому, и в том числе и преподавателю по физкультуре. Дали бы мне полномочия, прежде всего, и финансы в том числе. Я бы платил ужасно большие деньги, может быть, даже и большие деньги, чем тренером высшей лиги, детским тренером. Это серьезная, скрупулезная и очень своеобразная работа. Это ее туда только люди, вот туда по призванию. У нас, к сожалению, очень много, мне кажется, тренеров работает для работы. Да, ну, есть работа так, бросил мяч, может быть, где-то прикрикнул, может быть. А вот, если им платить большие деньги, туда будут и отбор, не набор тренеров, а отбор бы был. Нынешнего чемпионата самарцы всего на очко отстают от возглавляющего турнирную таблицу «Спартака». Таковы игровые составляющие интриги матча на стадионе «Металлорка». Но была еще одна составляющая интриги. После инцидента, произошедшего неделю назад на матче крылья Совета в ЦСКА, к приезду спартаковских болельщиков, в Самаре готовились с особой тщательностью. В рядах вот этих фанатов есть, как они сами их называют, отморозки, что ли. Люди или в наркотическом опьянении, или просто пьяные. А вообще, это ребятишки 14-15 лет. И это возраст, во-первых, ну, такой он сам по себе, в возбуждении находится в период этого роста, и гормонального, и как раз вот самый тяжелый, так называемый, период. И вот эти вот фанатские дела, которые, они выходят за рамки боления, они уже превращаются в поиск приключений. И поэтому я считаю, что наша служба сработала, в общем-то, вовремя. Правильно, может быть, где-то устрашающе. Но сами болельщики, когда заканчивался, я подошел, у них есть руководитель, у фанатов, у ЦСКА, и у них претензий не было. Они сказали, что самарская милиция нормальна. Потому что люди приходят, это не секрет, некоторые выпьют, там, или пиво, или 100 грамм водки. И само боление, человек находится в возбужденном состоянии. И сами представляете, вот 30 тысяч возбужденной массы, если вот этот очаг школыхнет, это будет проблемами. Тем не менее, дубинками, все-таки, наверное, проблемы не решаются. Вы знаете, я вот согласен с вами, что дубинка не самое, так сказать, разумное средство. Но в той ситуации, когда из искры может вспыхнуть пламя, может быть хорошая дубинка. Потому что сразу же тишина и покой на трибуне. Если бы этот конфликт разгорелся, я бы не знаю, чем это кончилось. И я думаю, что если правильно с ними поработать, а с ними уже ведется работа, то есть фанаты еще едут, а уже с ними ведется работа, их сопровождает транспортный ОМОН, их сопровождает милиция, и очень четко наши руководители милицейские говорят им, идут четкие команды, и я думаю, что вот в ближайшее время не будет конфликтов. В отличие от нас с вами, председатель Самарского спорткомитета был непосредственным очевидцем событий недельной давности. И, наверное, нам не стоит давать оценку его оценки. Достаточно того, что обещание на этот раз организовать безопасность на более высоком уровне оказалось выполненным. Конфликтов между фанатами Спартака и милицией не было, чему причиной не исключено положительный для гостей результат. Итак, игра, имея лишь одного форварда, да и то в первых матчах, не выходившего в стартовом составе, Крапет Микелян заменил травмированного Зураба Циклаури. Самарцам вряд ли стоило рассчитывать на активную игру в атаке, и хотя первый острый момент, да и первый по-настоящему опасный момент матча возникали у ворот Сметанина, Спартак постепенно взял инициативу в свои руки, и гол Ширко на 35-й минуте выглядел логичным завершением давления гостей на ворота Геннадия Стрикалова. Но начало второго тайма изменило картину. Олег Романцев скажет после матча, что удивлен командой Спартак, отдавшей после перерыва инициативу сопернику. И вновь закономерный исход отрезка. Капитан крыльев советов Александр Бородюк начинает контратаку хозяев, а Микелян завершает ее, подтвердив свое право играть в стартовом составе. 1-1. Проходит несколько минут, и крылья имеют реальный шанс уже выйти вперед, но на этот раз Микелян бьет мимо цели. А потом Спартак приходит с себя и возвращается на чужую половину поля. Активно играет штрафной хозяев, вышедший на замену Бузникин, для которого, похоже, не существует невреодолимых преград. А результатом, и вновь достаточно логичным, несмотря на курьезность эпизода, становится гол Юрия Ковкина. Последние 15 минут запомнились первым появлением на поле в составе Спартака Милана Йовича и пенальти, заработанным Югославом, и нереализованным Андреем Тихоновым. Во втором матче к ряду. Концовка встречи прошла в атаках самарцев, не терявших надежд на ничью до самого финального свистка. Но в итоге победа Спартака 2-1 при игре, которая своим напряжением, да и качеством вполне удовлетворила хозяев, прекрасно понимающих, что к регулярным победам над чемпионом они еще не готовы. Если в том году было везение на нашей стране, то в этом году наоборот. Что касается игры, как бы вы охарактеризовали, как бы сравнили эти два матча? Ну, я думаю, даже они не сравнимы, потому что этот матч сильнее мы провели, чем в том году. А Спартак? А и Спартак на уровне был. В первом тайме у них было преимущество, вот в втором тайме мы, в принципе, так достаточно хорошо выглядели. Ну, в принципе, не должны были проигрывать. Вы в целом довольны игрой? Игрой, да. Спартак это пока сильнейший клуб наш, поэтому пока конкурировать даже Локомотив с ними не может в игре. Мы сегодня, в общем-то, в плане игры конкурировали. Вот, и как отметил Олег, что игра по локалу была более сильнее, чем предыдущая игра с Локомотивом. Ну, а спартаковцы в один голос отметили, что этот матч, эта победа дались им с огромным трудом. Ну, игра тяжелая была, ну, и поле было такое, очень приятное. И вообще, команда Крылья Светов такая плотная, какая крепкая команда. Желание у них было, чтобы выиграть ребят неплохие. Тяжелая игра. На выезде при таком количестве болельщиков интересно играть. А вот команда соперников именно старается показать футбол достойный, как бы, у себя дома. Вот, никак на выезде не приезжают и только стараются отбиться. Вот, поэтому, как бы, когда команда играет такой атакующий, не нам интереснее, и, как бы, игра смотрится странно. Вы знаете, я очень люблю всегда слушать комментарии футболистов о матче, особенно сразу после игры, потому что это совершенно иное, чем комментарии журналистов или людей, которые смотрят футбол с трибуны. Вот то определение, которое дал Максим Бузникин команде, плотненькая команда, по-моему, она очень емкая. Я, по крайней мере, слышу его впервые. Действительно, крылья советов команды очень плотненькая. И, судя по всему, очень плотно занялись становлением клуба и, видимо, руководители команды, потому что вместо четверика сейчас одним из менеджеров приглашен менеджер, который работал в Челси. Но, может быть, это будет на пользу самарцам. И еще из этого матча хотелось бы отметить один эпизод. Вот, наконец-то, удача сопутствовала кофту, но действительно немножечко комичный гол, но гол в стиле Юрия. Правда, раньше он забивал, примерно, такие голы в свои ворота. Хорошо, что теперь он попал в те ворота, в которые было нужно. Четкие контуры интриги матча крылья советов «Спартак» вырисовывались задолго до игры. В прошлом году «Спартак» проиграл в Самаре 1-3, и его игроки были нещадно раскритикованы прессой, что более существенно Олегом Романцевым. Кураж и хороший настрой на игру, возможно, одни из главных составляющих успеха, на которые вправе рассчитывать противостоящие заведомому фавориту команды. С этим у самарцев было вроде бы все в порядке. Победа крыльев над ЦСКА, неважно, на каком месте сейчас находятся армейцы, традиционно мощный старт «Самары» в чемпионатах России битком на битые трибуны, все это заставлял рассчитывать на серьезный футбол, однако игра разочаровала. Борьбы действительно было много, но вот что касается содержания, то обеим командам явно не доставало разумных действий на скорости с нетривиальными ходами при развитии атак. Хозяевам почти не удавалось полностью расправить крылья при переходе из обороны в атаку. Фланговые хорбики просто не успевали открываться под центрального полузащитника Касымова, а когда Коновалов все-таки добежал до мяча, то бездарно отдал его сметанину. Если на что и можно было обратить внимание по такой игре «Спартака», так это на то, что чемпион России все чаще угрожает воротам соперника после розыгрыша стандартных положений. Именно так и был забит гол Ширко на 41-й минуте. Причем нападающий наконец сыграл так, как и требует того европейские стандарты, то есть не побоялся пойти в жесткий стык и в отчаянном единоборстве протолкнул мяч в ворота 1-0. В начале второго тайма крылья встрепенулись и заиграли чуть быстрее. На фоне более скоростных действий хозяев не дорабатывали в обороне полузащитники «Спартака». Пассивная игра в отборе без страховки и привела к ответному мячу Микаэляна. Примечательно, что атаку начал самарский либеро Бородю, который сыграл в манере, свойственной для защитников германской школы, пройдя полполе и выдав острый пас на фланг. «Спартак» эту атаку просто проспал. Как и следующий эпизод, когда нехитрый ввод мяча из аута привел к удару все того же Микаэляна. В конце матча начудил арбитр Чеботарев, сначала не давший вроде бы очевидной пенальти за снос Тихонова, а затем купившийся на трюк Югослава Йовича. Между этими фрагментами нелогично разместился гол Ковтуна, пробившего издали под штангу. Стрекалов запоздал с броском и стал соавтором победного для гостей мяча. А вот падение Йовича. Было или не было нарушения, поэтому повтора однозначно не скажешь. Но кажется, что оно менее явное, чем в эпизоде с Тихонова. Так или иначе, капитан «Спартака» не забил пенальти, второй матч подряд сохранив минимальную победу «Спартака» 2-1, которую трудно назвать волевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова